добрый вечер дорогие друзья материал сотрел сегодня я вам покажу что может мыло из магазина локтиан под громким названием kd и авто шейф казалось бы такой известной марки allspice но не обычного спайса именно из индии вот сегодня я сделаю на них маленький маленький обзор это пойдет в копилку по будущим материалам чтобы у нас была отправная точка по сравнению но это все потом это мы сейчас откладываем в сторону а сейчас мы с вами поговорим о такой важной теме как помазки помазки ну казалось бы что сложного кисточка но если подробно разобраться если чуточку глубже заглянуть в эту тему то на самом-то деле на поверку получится что не так уж все это и просто на самом деле бритвенной теме важно все станки выбор станков важно важно почему важно ваши привычки ваш характер ваша с моторика ваша кожа ваша щетина все это имеет значение исходя из всех этих совокупных данных выбираете себе станок но помазки тут причем на самом деле если разобраться то помазки это ничуть не менее сложно как по мне так наоборот такая знаете самая самая сложная тема в теме бритья позиция в теме бритья прошу за тавтологию прощения почему именно так от помазка много зависит от помазка зависит насколько хорошую пену забьете как быстро вы ее забьете насколько большое удовольствие от бритья вы получите естественно подготовку и хороший станок никто не отменял но помазок это одна из составляющихся этой темы и порой он играет главную скрипку когда вы начнете разбираться в этой скрипке вы с удивлением обнаружите что палитра просто бомба вы можете взять помазок от 1 3 долларов и заканчивая там сотнями долларов там 200 300 400 500 евро ну я видел помазок до 750 евро ну без комментариев без комментариев это различие в цене если допустим брать внешний вид то и сами-то по себе помазки бывают разные если просто не вникать в то как он сделан а просто внешний вид и сама конструкция конструктив то оказывается помазки бывают дорожные а помазки бывают барбар шап это человек который профессиональный бреет у него на потоке люди стоят он помазком как веслом работает они отличаются длинная ручкой длинным хвостом это внешнее различие если начнем углубляться дальше то давайте уже тогда постепенно пойдем сверху вниз собственно сама-то кисточка она по материалам разное самое простое что можете встретить это конечно же кабанчик после кабана у нас следующее идет лошадь лошадь встречается не часто но благодаря некоторым компаниям таким как вилонг и симош обожаю симош это замечательное маленькое предприятие португалии эти ребята все-таки лошадь на время от времени подбрасывать после лошади можно еще назвать барсука барсук сам свою очередь делится на несколько степеней ну и конечно же нельзя не упомянуть синтетики если подробно пройти по всем этим показателям то если допустим за другие компании я не буду говорить я не знаю но знаю за симош и за симош я вам скажу такие я вам скажу за симош парни эта компания специализируется на выпуске недорогих из помазков и средней ценовой категории то есть районе от 5 долларов до 50 60 70 это ее ценовая ниша основная масса ее изделия это конечно же кабан но не забывает и про лошадь и плюс ко всему время от времени вы еще можете встретить из простого барсука модели тоже чем интересна эта компания это предприятие семейное небольшое как видите у меня два помазка от этой компании один эта модель 1305 с узлом 22 миллиметра и собственно один из моих фаворитов здесь совокупность всего если взять он мне по нраву как как держишь то есть рука не напрягается есть такие ручки у меня был такой его сбагерем нафиг он как вошь на сковородке значит как пандовушка крутится но неудобно вот вот рука устает пока намылишься ади тырц о все хрен выпустишь все он уже здесь люблю за это да люблю сама форма само качество кисти обожаю так вот если вернуться все-таки к симош у них свое предприятие и они выращивают свиней то специально для этого то чего не хватает они еще закупают то есть там понятно откуда шерсть ясно откуда не берут и над этим качеством они работают я не хочу сказать что симош самая крутая компания в мире нет но свою нишу она занимает ну более чем оправданно по моей школе квали классификации и пятерку с плюсом можно поставить сто процентов еще и симош у меня есть вот такая вот моделька 2000 называется взял на пробу не скажу что это мой любимый помазок он мне нравится но до этого и до этого конечно до волфикса им далеко почему он слишком крупный брал на пробу и хотел посмотреть что за зверь такой пощупать там потрогать по итогу узел здесь 25 миллиметров он для меня оказался великоват и сама собственно длина кисти тоже великого то это хорошо для большой чаши понятно что пена рождается не на кончике кисти внутри генерирую кисть он на 5 плюсом но лично для меня вот для моего лица для работы она великовата мне вот такие вот размеры они как-то больше импонирует больше по по душе если допустим разобрались с кабанчиком следующее что мы можем взять лошадь лошадь это нечто среднее между барсуком и кабаном по мягкости она не уступает барсуку иногда даже превосходит его чтобы вы почувствовали в кисти какую-то упругость она должна быть ой-ой-ой как набита то есть узел 22 миллиметра для меня мочалка пробовал брал такую она у меня просто пыкс знаете вот как вот но взять вот швабру да намочить ее вот она мокрая и так по стене и она плашмя так тыкс и вот именно так когда я взял такой вот помазок из лошади и он у меня вот точно так же вот тярп ляп тяп ляп тяп ляп не только из-за того что это была лошадь я еще повелся ну об этом позже я вернусь еще к этой теме лошадь я не хочу сказать что лошадь плохая хорошую лошадь можно точно взять такую и у симожа и у вилон у них я к сожалению этого не брал я другу брал у другого производителя но раз попробовав я больше ее пробовать не хочу если кто-то желает пожалуйста без проблем что касается барсука барсук блин там язык сломишь если допустим свинья это у нас бор и натурал кристалл это натуральная шерсть или просто щетина лошадь но это хорсис хорсис бристалл это понятно барсук если обычный барсук он будет называться пур баджер обычного темного цвета если вы возьмете чуть чуть более высокого качества он будет называться супер баджер и файл файн баджер ну и самая-самая-самая-самая самая супер пупер вот что барсуки есть его как правило называют silver trip и он трехцветный и как правило у него кончики обычно светлого такого тона дальше по материалу думаю стоит обратиться к синтетике синтетика была у меня одна синтетика мюлли но не моя дали погонять спасибо большое этому человеку его зовут сергей он наш амич мне понравилось мне зашла знаю что мюлли хорошо работает синтетикой знаю что омега хорошо работает синтетикой но к сожалению до сих пор у меня этих помазков не было как только они будут я смогу их сравнить и сказать как они отличаются от этих чем лучше тем хуже но пока к сожалению нет кому эти помазки могут подойти по своей фактуре как от по откликам многих они также нечто среднее между кабанчиком и барсуком что-то в этом роде очень хорошо подойдут для людей у которых яркие допустим аллергические проявления на лице ну вот плохо ему от шерсти вот синтетика то ему в самый кайф то и будет опять же зеленые ну кто там сохранение животных я тоже за мне до такой степени мы бывают что люди до такой степени вот вот синтетика вам тоже подойдет дальше поехали с материалом разобрались на на скажем так на стоимость помазка но не на качество пены может влиять тот факт каких размеров помазок и как он сделал если допустим мы берем кабанчика одного и кабанчика другого один стоит допустим там 10 евро а другой стоит 30 евро ну кабанчик до 30 евро это махну это редко бывает допустим 15 евро другой 15 евро это нормальная цена для казах для кабана я вам больше чем уверен могу сказать что тот который за 5 евро у него голова будет клеена то есть тот узел который собирается плотничка за 5 евро не думаю что его кто-то будет вязать а вот за 15 евро уже скорее всего будут потому что это ручная работа или станок или вручную и этот узел плотно-плотно вяжут а какая собственно разница клееный или вязаный ребят разница есть это будет сказываться на долгожительстве вашего помазка как долго он протянет очень часто мы берем просто вот так вот помазок сырой ставим влага стекает вязаный помазок ну покритит потужиться по скажешь сука ты промолчит но вытерпит а этот скажется то же самое но промолчит вытерпит неделю две-три месяц и развалится и все хороший помазок после всякой работы этой маленькой вперед забегаю ребят лучше всего сполосните промойте и головой вниз повешайте чтоб влага вся стекла будет вообще замечательно если вы будете давать своему помазку роздых хотя бы там день к 234 чтобы он хорошо высох там до самого основа затем вы берете следующий помазок именно поэтому меня все три помазка я не всегда в работе это не касается все помазков из синтетики там по барабану как его поставить хотите так хотите так хотите так единство что если так поставить и замнете голову но потом ее выпрямлять будете только и всего если допустим с материалом а кстати на цену будет еще влиять не только то что клееный или вязаный как правило помазки дороже 15-20 баксов евро они все вязаны но еще каким образом добыта шерсть стрижена щипленая как обработанная то есть вот это вот все имеет значение все накладывается накладывается с какой части животного кстати взята это шиш тоже очень серьезное значение сказывается на цену если с этим разобрались ручки деревянные пластиковые арголитовые рога мамонта сплавника акулы так блин ребят все что все что твердо и всего делают и всего видел из каменюки даже видел дурная затея да но понты дороже денег вот видел мраморный ну делают из всего то есть тут как бы уже это уже конечно не обычная линейка как правило home made special for you то есть вот специально сделаю для тебя в домашних условиях но да и есть такие тоже если говорить допустим о размерах размеры могут быть самые разные от 30 сантиметров до 70 сантиметров диаметр узла от 18 миллиметров до 30 миллиметров ой сантиметров я тут миллиметр имел ввиду ребят длину от 30 до 70 и в диаметре от 18 миллиметров до 30 миллиметров ручки точно также могут быть самые разные бытует мнение что незащищенная деревянная ручка наподобие вот это ее нужно там натирать какие-то маслами там раз две в три недели в месяц или еще что то ребят ему уже больше двух лет по барабану он до сих пор как новый не знаю то ли это качество simo что ли я такой аккуратный не могу сказать но по московым тут не на что грешить работает работает так ну что еще на эту тему можно сказать от размера узла на то насколько он велик если к примеру вот здесь вот 25 миллиметров здесь вот 22 миллиметра а здесь вот 24 миллиметра будет зависеть на количество волос вашей кисточки и от количества волос ну конечно еще как плотно она набита и от количества волос еще будет зависеть и от плотности кисти как быстро вы достигнете желаемого результата взбивание своей пены и насколько густая она будет конечно вы можете сделать там и маленьким там пропеллер включите фигачить но тут скорее всего вы будете подбирать под свой характер есть люди которым там помахать веслом а есть который раз махнул 2 махнул 3 вас но хоп пена готова то есть вот кто как выбирает это еще одна такая позиция где невозможно что-либо советовать нельзя сказать что есть устоявшиеся правила есть каноны это правильно это неправильно ты дурака ты умница нет такого нет здесь все фломастеры все на вкус и цвет то есть вот каждый хохочет как он хочет вот вся эта палитра существует с одной единственной целью чтобы вы свое нашли чтобы каждый нашел свое именно из-за той палитры честно сказать страдают многие порядочные люди и я в том числе тебя не похвалишь никто не похвалит в каком смысле страдает я об этом говорил уже не раз расскажу еще ребят подсесть на это очень просто станки сволочи манят такой станочек такой станочек такой станочек а вот таким попробовать а вот так хочу это одна из причин почему я взял этот прогресс лонг он сразу нескольких зайцев поубивал хочешь мягкий хочет средний хочешь острый трест то есть вот агрессивный все это он дает по мазках та же самая история здесь блин всякой твари по паре и все это представлено таким обилием хороших уважаемых фирм которые специализируются на этом уже не один десяток а некоторые даже не одну сотню лет что просто глаза разбегаются если допустим взять а кстати забыл сказать о форме форма форма как правило бывает трех видов лампочка полукруглым концом вот это вот у меня больше на лампочку похоже веер вот этот вот больше наверх похож и плоский ну плоского у меня нет грубо говоря если вот так идет подровнять то он наверное будет больше похож на плоский что касается плотности твердости я вернусь к тому что сказал сейчас секундочку просто договорю то что не успел сказать что касается плотности твердости тут опять же нужно опираться на свои хотелки на свои чувилки и на свою интуицию ладно ребят разрешите все-таки закончу а потом уже к этому вернемся то разволновался прямо стаканчик вот нет никого ладно уважаемые фирмы есть фирмы которые ниже собственно барсукаты не спускаются если спускаются то как правило только на микс такие как симпсон плисон руней волфикс а как а по эпсилон сазер блин вот название такое вот прям но вот такое придумали true fit hill компания симпсон английская компания который по сраку лет и которые настолько уважаемые что даже кто-то пукнуть в ее сторону не стал бы потому что поговорить про ее помазки плохие или так себе помазки но это сказать что mercedes не машина это что-то так погулять вышло то есть компания серьезно но ребят и цены там тоже мама не горюй все компании которые я перечислил они ничуть не хуже и не лучше того же самого симпсона они своего добились не одним годом хорошего производства хороших помазков за редким исключением может быть потому что я еще в руках ни разу не держал этот помазок вот например помазки компании руней их трудно встретить нет такого сайта на который бы зашли и выбрали помазок руной нет такого предприятия куда рабы вы могли написать искать ребята вот я люблю продукцию вашего завода там вот хочу там кто-то то 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 там посоветуйте то 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 нету я так и не понял вот за все годы бритья сколько искал где что как знаю что только эта руна есть знаю что она обитает якобы где-то в англии всю свою продукцию она сбагривает по сторонним ресурсам и продает на других интернет-магазинах магазина рун и рун и я так и не встретил вот такие вот интересные вещи бывают а еще есть интересные вещи например компания плисон помазки ну просто обалдеть как дорогие вот сказать дорогие вот вообще ничего не сказать насколько хороши ну по отзывам который я читал у нас в россии на зарубежных интернет-ресурсах ну ничем они таким особым то и не выделяются да не хуже но и не лучше но с ценником ребята по-русски оборзели там просто ценник такой ломит я так подозреваю что они просто бьют на понты то есть вот если человек сказал то у меня вот помазок рун и всего там типа помазок рун и вот скорее всего на самом-то деле ну да ну помазок но стильвер 3 но чем он лучше то там всех остальных и вот например знаю компании которые вот мое уважение они заслужили то есть как доступная информация везде можно найти до ценник высокий но его можно купить потрогать и у меня были такие помазки я их трогал допустим тот же самый симпсон я его взял взял silver trip здорово ошибся отдал там 120 евро но не мое не мое прошу не silver trip прошу прощения я взял этот сейчас скажу супер badger ну чуть-чуть до silver trip не дотянул что-то у меня вопрос стоял или 240 евро или 120 ну вот я почему-то решил 120 дурак наверное не знаю может взял бы silver trip за 240 был бы счастлив ну факт остается фактом эти фирмы искать не надо они есть если допустим взять очень очень интересную компанию шарматик немецкую я бы очень хотел попробовать их помазки если хотите внизу оставлю ссылку ребят работают с первоклассным материалом работы просто обалденные вы там вот судя по фотографиям в руках не держал отзывы читал в руках не держал нет ну это просто бомба вы заходите к ним на сайт там есть конструктор вы все можете подточить за себя подточить под себя то есть диаметр узла длина кисти форма кисти ручка из того материала из этого сам с логотипом без логотипа с печатью без печати материал такой-то материал такой-то ребята все это можете выбрать и после того как вы это выбрать и выберите цена ну ну сопоставимо с тем же самым симпсону например ну чуть-чуть там может быть дороже но ненамного ну не так по наглому как у того же самого плисона я бы очень хотел чтобы у меня был помазок шарматик но те 120 евро я уже потратила новых пока что-то жаба душит так что погожу пока вот про высшую ценовую поговорили это те помазки которые от 50 70 евро и выше если говорить допустим за среднюю от 20 до скажем так ну до 50 до 70 на этом поприще подвязалась ни одна компания их много но я назову лишь такие самые известные продвинутые которые вы тоже наверняка все знаете это та же самая мюлли эдвин жаггер омега просимож я уже говорил вилонг это все те компании которые цепляют очень плотно цепляют коридор от 20 до 70 евро а вот некоторые и как вот например омега симош и вилонг они дальше пошли они еще и до 5 баксов цепляют ну до 7 за 5 баксов я не помню только в омеге по моему есть то есть ребята перекрывают среднюю и низшую нишу плотником ребят как по мне так это только плюс они закрывают всю эту нишу которая в принципе на первых парах то нам и нужно и компании уважаемые то есть у них можно брать и как-то там и несыкотно что деньги на ветер выкинул ты можешь не угадать формы ты можешь не угадать с материалом но с качеством ты точно не прогадаешь поэтому потому что это те компании которые качество дают собственно дают ну что еще сказать хочу лишь повторить что в этом канонов нет каждый выбирает на свой вкус и цвет вся эта палитра существует с одной единственной целью чтобы вы нашли свой фэн-шуй чтобы нашли свое единственное а скорее всего и не одно и чтобы она приносила вам радость наверное как-то вот так за сим хочу пожелать вам хорошего приятного помазка который вам будет приносить радость а стоп ребят еще не хочу еще нет 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 я же самое главное не сказал есть один помазок на котором я хочу остановиться отдельно это волфикс 404 и они просто не могу не сказать о нем потому что собственно только ради одного его можно было бы затевать обзор это волфикс 404 я его приобрел уже более двух лет назад в том самом магазине вились с лесом видит она не спрошу прощения на не селисов эта женщина которая занимается производством мыла мыло для шестерга то есть для бритья в первую очередь я и тоже написал приглашение она откликнулась в коментах даже под первым видео она писала и вот именно на этом сайте я взял помазок ребят я взял за ним с 50 1150 футов стерлингов что это за помазок мало того что он уважаемые фирмы волфикс он еще комбинированный это кабан и барсук ребят вот и всех вот сейчас вот вот у меня было где-то пять помазков вот скажи какой ты оставишь один его даже думать не буду объясню почему если вот так вот со стороны допустим там три метра поставить если бы не окрас вот этой кисти смысле не окрас вот это вот волоса до хрен бы вывод сим уже отличили у него та же самая ручка под кость слоновая кость сделано точно так же и причем форма прием причем точно такая же я когда беру ее ну чувствуется масть чувствуется какая-то порода до волфик занимается и более дорогими вещами но это ее как но это как ее знаете как как маленький ребеночек какой-то как маленькое дитя которая вот она родила и причем удачное такое вот зачатие не произошло просто это не помазок это бомба как он делает пену как он как он как он работает если вот большинство помазков которые вы новые берете они поначалу даже вот только начали их работать птины пахнут страшно ничего взяли там шампуньку постирали его пару-тройку раз все пройдет у этого даже птины не было о чем это говорит качество обработки шерсти подготовка шерсти для работы несмотря на его невысокую стоимость 11 половина футов стерлингов ребят я точно знаю что для этой кисти тоже используется ручная работа и узел здесь не клейный он вязаный для барсука и кабанчика для кабанчика барсука для микса самые недорогие которые я видел они начинались где-то в районе там 20-25 евро если брать другие компании у этих 1150 что-то там какое-то не то да почему такой дешевый если он такой хороший ребят не знаю не знаю я только знаю что на всех форумах на всех сайтах за рубежом в америке в англии куда не выйдешь почитать кроме положительных отзывов ни одна звезда не сказала ребята это г или просто допустим ребят дайте что то так себе найти серенькая ну так ну помазок помазок нет все только орут вещь поэтому я не удивляюсь что если у каждого допустим у тех людей кто там это пишет все есть такой помазок ребят есть он и у меня если вы до сих пор такой помазок не взяли думайте какой собственно заказать ребят это вот хорошая лялечка люблю вот вот это а потом уже все остальное что хотите начинайте с этого если вы так сделаете минуты не будет что вы пожалели об этом вы потом уже обрастете другими помазками возьмете там хотите кабанов лошадей там барсуков что хотите но вот этот вот будет радовать всегда ребят запомните это волфикс 404 это вещь зарекался себе не буду говорить покупай 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 вот это вот это можно купить из-за это стыдно мне точно не будет эта вещь лялечка дожился дожился вам свои минуты славы два года меня радовал и молчал молчал а потом говорит когда что про меня расскажешь ну вот рассказал кирпич с плеч прям упал ребят густого вам хорошего помазка пускай у вас будут такие же помазки как у меня волфикс 404 вы их любите не меньше и пускай у вас бритье все складывается пускай у вас не будет раздражения пускай ваши станки ваши радует вас радует а мыло для бритья никогда не кончается всего хорошего до свидания пока пока пойду вам следующий обзор пилю удачи